Супервайзеров это личный товарооборот и товарооборот всей структуры, тех дистрибьюторов, которые еще пока не вышли на уровень супервайзера. За июнь месяц и третье место я попрошу Леона Ваганченко-Ида. Аплодисменты. Спасибо. Еще раз аплодисменты. Аплодисменты. Носикка Заряна, еще красивая девушка. Поздравляю. Девчонок, рывок на уровень супервайзера. Это просто время, скажем, даже уже не техники, даже это уже вопрос не времени. Это просто вот время в ближайших нескольких, даже не будем говорить месяцев или недель. И наш победитель первое место. Панченко Ярославов. Панченко Ярославов. Пое время. Окей. В общем, мне 19 лет, самая вообще первая обследованная Слева города. Понимал решение в 18 лет. И когда я его понимал, то есть плюс-минус, у меня было много всяких вопросов, потому что я сам по себе, ну, такой, много законплексованный. И не было такой уверенности в себе, и вообще, ну, почти не было знакомых, потому что появился Петровского, Полтавы, но все же, вы знаете, мысли материальные, то есть я занимался продажами в интернете, мне это было интересно, поэтому я где-то что-то искал, и меня пригласили интересный клуб по бизнесу, там был Макс, который меня с товарищем вытащил, товарищ попросил сразу, а я немножко позже, потому что мы все же опять же в себе неуверенность, но так же, как я заточил товарища в тот клуб, так же заточили меня, поэтому я пришел, да, вот в видео, то есть, в те же disposities по системе есть, здесь хорошее отношение друг к другу, здесь отличное отношение друг к другу, я понимал, что если бы ты идти чем-то дальше, то здесь еще бы это стильно, и вот есть такие стереотипы интересные, то есть вот студенты, когда поступают, то они это все навязывают, потому что им говорят родители, там, поступай в университет, ну, ты поступаешь в университет, там, не пойдешь в школу, то есть, ну, не в школу, а надо будет, потому что Это все было неправильно. Поэтому я понимаю, что лет через пять я уже смогу обеспечить свою семью, смогу вместе со своим родителем, родителем, со своей мамой, сыном Досе и свитером мамой. В общем, первые трудности у меня были то, что я приходил на встречу, меня там телепало, я волновался за них комплекса. Но все равно, как показывал Рома Лисянка, там спонсор стоящий, в Киеве он показывал, как брать телефоны, и я не понял, как вообще звонить, что говорить. И все равно я право телефон позвонил, Киева там, через одно место, но все равно делался подобные движения. Да, и вот спустя месяц все-таки я нашел человека, я уже в Косте. И вот в Косте, вот он был мальчик у меня, ему было 17 лет. И вот он у меня делал то, что в зависимости от вашего возраста может достичь нам очень интересно. Потому что он первый человек, который сделал у меня активность. То есть он на коробах 7 просто продал плиток в спонсале витамины. То есть это, ну, меня привело в шоке, я понял, что можно доработать дальше, достичь хороших результатов. Ну и в заключение, как хочу сказать, что вот мы вчера суббатом гадим на фильм. Это ядерна соленая. И фильм называется «Пойпенд из будущего» и там парень полиматывал постоянно время назад. Ну вот, как прожил деньги, потому что-то не понималось, но готово время назад. Поэтому я хочу сказать, что лучше не полиматывать время назад, а жить по максимуму, чтобы нечем не жалеть в будущем, ну, достиг то, а чем ты всегда мечтал. Спасибо.